Всем привет! Сегодня снова хочу поговорить о ножах. И о ножах кухонных. Почему именно кухонные ножи? А все просто. Лично я считаю, что кухонные ножи, сама вот эта вот ножевая кухня, это основа ножевой культуры, которая, к сожалению, здесь почему-то как-то не взлетает. Согласитесь, что такое нож? Оружие, инструмент, аксессуар, элемент интерьера. Но именно на кухне, прежде всего, это все-таки инструмент. Я не раз сталкивался с ситуацией, когда человек покупал дорогие ножи, всякие разные кастомы, фолдеры, не знаю, аудорные, охотничьи, какие угодно. Названий можно много придумать. А на кухне у него было чертю что. И тоже не один раз сталкивался, когда человек выбирал себе нечто хорошее, дорогое для охоты, рыбалки, туризма, просто по городу поносить. И оказывалось, что точить и ухаживать за ножом он не умеет. И допускают массу ошибок. Лично я считаю, что разобравшись с ножами на кухне, с их использованием, выбором, поддержанием в рабочем состоянии, таких ошибок бы не было. И у меня есть несколько вопросов. Я уверен, что вы дадите на них ответ в комментариях, которые я хотел бы сегодня обсудить. Вопрос первый. У нас есть некоторая банка, внутри которой образовалось разрежение. В итоге крышка притерта так, что даже никакому качку не отвернуть. Что большинство делает? Зла не хватает. В итоге мы получаем изогнутый кончик. Или отломанный кончик. Или еще как. Вопрос. А почему это нельзя поддеть, например, столовым ножом? У него заточки нет, ему пофиг. У него круглый кончик, он не сломается. Почему это нельзя сделать обратной стороной ложки или вилки? Почему нельзя сделать вот так? По-моему, японок на уроках домоводства учат. Что это за желание ковырять кончиком тонкого кухонного ножа всякие такие силовые вещи? Еще вопрос. Зачем тонким, аккуратным, тонко сведенным шефам рубить кости? Вопрос в ту же калитку. Зачем толстым ножом, туристическим выживанием, охотничьим на кухне резать овощи? Еще вопрос. Зачем ножом ковыряться в земле, пересаживая растения? Если что, земля это в основном у нас оксид кремния, вполне себе абразив. В ту же калитку. Резьба на неподготовленных поверхностях. Точнее, нарезка. Например, на стеклянных досках для нарезки. Я не знаю, кто какой баран это придумал. Я знаю. Это придумали заточники, чтобы не лишиться работы. Шутка. Таких вопросов масса. Например, я не могу понять, почему нарезка до сих пор ведется на лазерную заточку. Лазером ножи не точат. Серьезно. Это байка продавцов. Да, существуют, конечно, станки, в которых контроль ведется при помощи лазера. Но точат они внезапно абразивами. Хирургическая сталь. Это вообще обалденный мэм. Та же самая 1810. Это пищевая нержавейка, которую реально можно назвать хирургической, без всяких шуток. Из нее делают хорошие ложки, вилки, кастрюли и прочее. И она же хирургическая. Но она аустенитная. Она не калится. Она мягкая. Но все еще народ ведется. Или вот мне нравится. Вот тут. Особо вот. Я куплю дешевый нож. Когда он затупится, я его выкину и куплю новый. Так почему же не выкидываете? Иногда такие монстры живут на кухне. Мне приносят. Иногда лезвие не острее обуха. И, кстати, нередко заточка такого ножа стоит дороже этого самого ножа. В общем, парадоксальная ситуация. Казалось бы, элементарная вещь. Нож. В интернете куча, куча прорва материала. По выбору. По материалам. По заточке. Потому что нельзя ножи держать вместе с остальными металлическими приборами, ложками, вилками в одном стакане, в одном ящике. Держать их отдельно. О том, что нельзя их пихать в посудомоечную машину. Немеренное количество видео на любую тему о том, как их затачивать. Бесполезно. Я хотел дать совет по заточке ножей. Я, кстати, его дам. Он очень простой. Это совет для тех... Не для тех, у кого на кухне, допустим, ножи из ЗДП. Кто спорит на тему того, что лучше водники от Нортон или Арканзас и тому подобное. Те ребята уже прекрасно сами все знают. И чаще всего и умеют. А совет очень простой. Первое. Прочитайте толковую статью. Потратьте минут 15-20, чтобы вообще выяснить, что это такое. Допустим, забивайте в гугле Сергей Митин за точка ножа. Вам попадется замечательная статья. Давно еще в журнале, уже не помню, нож, прорез, была опубликована. Во. Рекомендую. Раз. Вы получите такую себе теоретическую базу. Два. Купите точилку. Но не вот это говно. Протяжные точилки. Еще там какие-липиздерические дешевые и прочее. Да, я знаю, есть хорошие электрические точилки. Например, станки Тормак. Вы их не купите. Успокойтесь. Купите лански или лански подобные. Апекс. Апекс подобные. Ну или заточную систему. Не важно. Купите точилку, где есть абразивные камни и возможность четко выдерживать угол. И третье. Купите себе новый нож. Допустим, пусть это будет Тормантина серии Мастер Профешнл. К примеру. Почему именно Тормантина? Не потому, что Тормантина какая-то там крутая. У нее есть просто одна очень забавная фишка. Все, что лучше, дороже. А все, что дешевле, хуже. Поэтому бразильцы в этом плане очень неплохо держат себя в ряду. Именно поэтому я часто рекомендую для старта. Тормантина это очень хороший тренажер. Покупайте вот такой вот ножик с белой ручкой. Какой вам там понравится. И почему вам нужен новый нож? Я вас уверяю, тренироваться на старом убитом ноже очень сложно. Вы в него вбухаете кучу времени. Вы не поймете вообще, как это работает. Тормантины уже заранее неплохо сведены. И у них есть кое-какая заточка. Они в принципе даже режут. И все. Прочитайте, как пользоваться вашей точилкой. И заточите свой первый нож. Потратьте на это время. Это просто черт подери. Все. Вы сами выведите лезвие своего ножа. Вы его сами заточите. Вы сами увидите, что это. А потом, когда вы потратили время, усилия, немножко напрягли извилины, вы уже просто так этот нож на убой кому-то не отдадите. И не будете убивать сами. Вот такой вот маленький советик. Я уже сказал. Кухонные ножи это основа ножевой культуры. Делать видео про заточку ножей на каких-нибудь крутых станках, камнях. Или сравнивать Вустав и с Кацуми. Я не вижу смысла. Это высший пилотаж. Из серии кто-то сказал. Я хочу очень крутую тачку. Быструю, классную, суперскую. И, допустим, это Феррари F40. А потом на этой Феррари пытается возить по сельской дороге картофан. Чувствуете диссонанс? Вот то же самое. Купили вы какой-нибудь Янагиба, это нож для нарезки там роллов суши, от какого-нибудь Хатори за кучу денег. А потом им пытаетесь, допустим, разнять хрюшку. Это будет глупость. Так что, скорее всего, я посвящу некоторую серию видео именно рядовой бытовой кухне. Ножевой кухне. Ну, а перед этим я обязательно почитаю ваши предложения, ваши ответы, ваши комментарии, которые позволят создать вот такую вот программу. Спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.